Я прям про безопасность и торжавка, конечно. От кого опасность исходит? Остаса бездельная. Не защищаемся мы от кого? Нет, это как-то все. Для нас это, если перечислить... Опасность от кого исходит, если я тут? От тебя. Нет, это понятно. Я имею в виду как обычно. С чем я иду? Так, а что обычно-то? Какое обычно? Мы необычные. Мы сейчас конкретную ступу ходим. Доступность? Доступность чего? Про стабильность написания. Доступность чего? А что это доступность? Это понимать, что у тебя все есть или что? Кстати, я иногда, когда пишу, я побываю буквы, как писать, когда А, когда О, когда ТО. У меня вообще такой кретинизм начинается, что я не понимаю, как слово там, например, хлеб написать. Вообще, не знаю. Я вот сейчас пыталась стабильность написать. Я вообще правильно написала? Да, правильно. И все, давайте стенью. Как стабильная. Кому для чего нужно? Стабильная стабильность? Комфорт. Комфорт. Ну кому для чего это надо? Уверенность? А вот спокойствие это то же самое, нет? Уверенность? Нет, уверенность это уверенность, спокойствие это спокойствие Радость! 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 Крутица! Независимость! Уверенность! Так вам деньги нужны или вот это я не поняла? Вот это естественно! А при чем деньги? А при чем деньги? Потому что это приемные, обменяются А в качестве спокойствия обмениваешься на деньги здесь и сейчас? Нет, у меня удовольствие! Подходишь к кассе, покупаешь где-то спокойствие Здесь и сейчас? У меня удовольствие приобрести там какую-то путевку А сейчас ты испытываешь удовольствие? Да! Тебе нужны деньги для этого? Именно сейчас? Да! Нет! Да ладно! А когда тебе нужно для удовольствия? Ехать куда-то, где я никогда не была Удовольствие это чувство внутри, которое ты можешь вызывать на унитазе Ваня! Спасибо! А ты его взяла такая путевка Это как? Это как? Ну это нога, а это гиря, да? Такая путевка Нет, там путешествия, там что-то красивое, что-то А ты при чем здесь? А без путешествия в другое место? Просто ты не удовольствия не испытать, например Ты сейчас можешь это удовольствие испытать? Что такое удовольствие? Давайте расскажем, что такое удовольствие Мы можем вызывать любое удовольствие в любой момент времени Мы можем У нас есть ограничения на удовольствие внутри тела? Нет Ну попробуйте сейчас, испытайте удовольствие У вас получилось? Я просто когда-нибудь скажу, я смотрю Ну испытай, попорашимся Давай, вот, раз, три удовольствия Три удовольствия испытай сейчас Ну, ты удовольствие поплавать в океане Кто это испытывает? Представляешь, что ты путешествий Что ты чувствуешь, когда плаваешь в океане? Как это у тобой проявляется? Ты сейчас, когда вот это называешь, ты сейчас это испытываешь? Когда называю, да Называешь, определяешь? Ты сейчас вот это испытала, да? Да А океана нет Помни, как ты у кого-то у меня в океане не был Потому что удовольствие, оно в тебе Это твой пазл Ты сначала его испытываешь, потом он проявляется только океаном Понимаешь? Нет, ну на самом деле Хочешь в океан, испытай сейчас удовольствие, но проехать от каких-то разных В западах Мы идем поездки И я на это море смотреть не могла Я ходила и думала, что не пойдем на него даже смотреть Прикиньте, как реальность поменялась Вот прикиньте Ну, когда человек сказал, что я не могу испытывать удовольствие без океана Я на океан смотреть не могу Потому что у нее уже есть Ну, у нее уже есть удовольствие А это, ну, сжимание, оно исполняется здесь и сразу Ты его только называешь, оно уже есть Давайте еще То есть удовольствие за деньги не купишь Вы понимаете? А где удовольствие? Это чувство Как можно чувство купить? Можно вызвать Вызвать состояние Так что, ну, вычеркиваю, для деньги это не удовольствие, согласитесь? Включается, мы словами Мы словами Мы словами мир творим Нет Мы чувствуем А бывает и мыслями Нет А бывает автоматом ощущения Раз и все Это все инструменты Это творение А зачем нам инструмент для получения удовольствия, который мы можем испытывать в любой момент времени без всего? Без инструмент Только захотели Слово – это инструмент, мысль – это инструмент Еще раз словами Что еще? То есть, ты сама лично, вот, твое тело является инструментом для получения удовольствия Только тело испытывает твое удовольствие И самый главный, единственный инструмент – это тело Не было бы тела, не было бы удовольствия Мы создали это тело только для того, чтобы испытывать удовольствие, радость, пощупать, посмотреть То есть, взаимодействие с материальным миром Это только тело – ваш инструмент И больше ничего, не деньги Это вы думали, что деньги? Ну, это такой был шаблон А сейчас мне кажется, что обсудим Мы просто напрямую идем Чувствуете? Получается, все чувства мы можем испытать без денег Домами Мы представляем себе это Чтобы испытать, мы представляем океан И все, это так Думаем тебе, нам надо океан И как я себя чувствую? У вас мышление срабатывает не так Это так, что я думаю, что я там представляю, как бы. Нет, это просто способ мышления, на самом деле. А вы идите более короткие дороги. Я привыкла думать, что мне надо визуализировать океан, чтобы, блин, опять как бы представить себе это. Да нет. Удовольствие, просто одно слово по факту. Когда вы достаточно внутри всем, вот вообще всем, да, у вас пазлы, у вас там на картине, вот ваш мозг, да, у вас тут раз один пазл, два три, остальные вот там кучка. Вы забыли, что океан – это голограмма. Опять же, забыли. Опять пошли во внешнее, когда говорите океан, а это голограмма. Что вы хотите сказать? Чтобы кучка упала. Кучка там упала. Понятно, когда вы эти все пазлы складываете, да, находите то, что вам не хватает внутри, забыли ли, то есть, как бы оно все хватает, вы просто внимания туда не направили, и поэтому мне кажется, что там ничего нет. Своим вниманием подсветила, увидела, осознала, опоздала, что-то там говорила, явила, назвала, удивила, то есть, как бы определила, о, видите, сколько слов. То есть, как только вы подсветили своим вниманием в создании, что, блин, ну, а что такое, блин, удовольствие? А мы встретим, я вам хочу набор, и у меня этого недостаточно. И типа, пока я туда не впаду, набор свиньи нет. И вот смотрите, когда вы достаточны, вот, я все, меня перебивает, вот, как-то, как вы не хочешь, чтобы я вам это сказала. Когда вы достаточно, да, все не хотите, я там хочу, да, я еще в игру не наиграла, я сейчас конец скажу, и все. Теперь у меня мир изобильный, а как же, мне же надо в жертву еще посидеть, ну, потому что там прикольно. Если игра будет, прикиньте, такая легкая, вот, зашел, там, коридор, вышел с идеей, все. А где эти, там, спецслерты, всякие стрелялки, да, прикиньте. Когда вы подсвечиваете каждый раз то, что вам не хватает, своей любовью к себе внутри, вы это видите, вы это испытываете, чувствуете, то во внешнем мире вам просто остается, что делать? Наблюдать. Просто наблюдать интересно, как через мои вот эти вот все извилины проявится на этот раз. Но у меня-то это уже есть. Мое удовольствие уже было тысячу раз, да, я уже его вовне, ну, по-разному получала. И там через секс, и через еду, и через мороженку, и через почальки. Да, мне вот интересно, как я сейчас внутри удовольствие я испытываю только от самого осознания, что у меня сейчас еще будет и вовне удовольствие. Это уже ты испытываешь в это время удовольствие. Когда ты знаешь, что ты наблюдаешь сейчас за это удовольствие вовне. И это удовольствие вовне, оно и есть вовне, в теле уже чувствуется, понимаете? То есть сейчас обвлекаем слова, но на уровне ощущений, понимаете, это же состояние, как бы оно внутри. Мы сейчас его просто в слова долбим, чтобы оно зашло просто. Но на самом деле, как бы, оно уже есть у вас. Подсветить внимание, да, но там в тиме. А мы куда светим внимание обычно? Океан, блин, понимаете? Ну, далекий такой, этот океан. Я очень сильно хотела в Сингапур. Это моя страна М4, в которую все хотела переехать. У меня была такая манечка, часто вещала, как раз, про океан, хотел сказать. Вот, я там была раз, ну, блин, 10-20. Я не считала, но каждый раз, перелетая из страны в страну, я по месяцу жила везде. Ну, мне хотелось путешествовать. И я всегда летала через Сингапур, чтобы обязательно там хотя бы, ну, на день, хоть на два, хоть на три. И меня прям тянуло, тянуло. И тут, короче, с вами на путешествие поехали в Корею и решили потом на месяц в Сингапур. После Кореи там, в Корее почти месяц, потом в Сингапур служим. Мы приехали туда, у меня начался депресс ухо, потому что я поняла, что, а что я вообще сюда хотела? Меня переклинило, я поняла, блин, что за бред вообще? Я думала, что я приеду в Сингапур, и опять у меня вот эта радость будет. А мне неинтересно было, вообще. Я просто поняла, что я уже получала в Сингапуре. Давайте по-новому. Скорее, а в Сингапуре я уже получала. У меня уже в Сингапуре тысячи раз была, я приехала, мужу показал, ну, да, ну, день, ну, два мы походили. Я там ликовала, а я вот знаю, какой тут классный ресторан, я это знаю. А, пойдем я тебе это покажу. Ну, через два дня закончилось это, и все, и я такая, беда, ну, что делать? Ну, понятно, во мне не хватало вот этой вот, а я извне, извне, извне пыталась это получить. Но как только я повеселилась... А чего не хватало в себе? Это ощущение, что не хватает. Не хватало ощущения в себе, что, во-первых, что-то у меня не хватает, а во-вторых, вот этой новизны, а я уже приехала в сотый раз, блин, какая там новизна, ну, шаблон, что там... Ну, вспоминания. Да. Я хотела повторить удовольствие, и не видела, что, блин, этих удовольствий я могу получать, там, миллион раз в секунду, по-разному, а я зациклила, что только там, на море, там, или только там, в Сингапуре есть удовольствие. Хотя можно сейчас вот сесть и понять, что у меня все есть. А вот мы его первым разобрали, мне не хватало вот, ну, само собой просто понаслаждаться. Если вы считаете человека каким-то скучным, то кто скучный? Я. У вас любая петрушка, какая бы ни пыталась развеселить, вас не развеселит. Но если вам не скучно, то все вокруг того, с собой когда не скучно. Вы там царь компании просто, потому что вам с собой не скучно. Нет, то есть ты всегда говорила до этого, что я говорю всем, не надо желать. Да, это вот по этому. Да, вообще, желать. Все желания исполнены. И почему я еще говорю не надо желать? Все желания от недостатка, внимание от того, чего у меня нет. Недостаток порождает недостаток. У вас есть после конгрессии? Мы посвящаем внимание от того, что у меня нет. И страдаем. А представьте, сколько желаний. То есть у Творца одно единственное желание. Познать себя. Правильно? Согласны? Да. Ну, расширяться, познать. Он для того расширился и стал всем. И вот этот мир, который проявляется, он же проявляется для чего? Для своего собственного продавания. Мы не новые желания рисуем. Мы рисуем себя. Рисуем себя. Желание опознать. Желание опознать. Все желания, получается, исполнены. Правильно? Да. Мы еще не увидели то, чего мы исполнили. И ни разу, блин, даже не порадовались. А мы все хотим новое, новое, новое. Да вы оглянитесь, посмотрите, сколько уже исполнено. Вы столько всего хотели и не хотели. Все исполнило. А вы это не видите. Все хотите дальше, дальше. Зачем желать чего-то еще, если миллиарды просто желаний уже, которых вы не заметили, а не в скорости. Если папа, вы просто не позвоните, девушка бы не узнала, что пиво-то есть. Мы тоже не знаем, что пиво-то не ценит. Да, но эта достаточность, она в ком изначально? У нее там комплект сейчас. У нее все еще. Она сидит, она такая, у нее там все есть. Есть сразу в действительность, заходит такая, да есть, 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 на, деньги, есть, все, есть. Но только потому, что здесь достаток. А здесь недостаток проявляется, здесь недостаток. То есть наши желания очень важны, но не то, что вы пытаетесь придумать, такие, ну, что бы не придумали, удовольствие не приносит. Вы купили квартиру, мы порадовались день, да, купили машину, ну, два, но потом она для вас обыденная, все, какая там радость, ну, что там, оргазм каждый раз испытываете, как вы квартиру заходите, что ли? То, что здесь сидите и вы думаете о квартире, блин, какая это квартира? Нет, вы можете это испытать, если вы сядете в это состояние, я творец, и опять, блин, охренеть, я творю. Ну, она опять столкнула здесь и сейчас. Да, ну, там, ну, это в каждый вот сейчас прямо у меня, ой, офигеть, я вас творила. На самом деле, любое, видеть мир, каждую песчинку и распознать в ней себя. Осознавать здесь и сейчас, чтобы это уже сотворили, что здесь и сейчас именно этого вы хотите. Познавать себя, члены внешний мир. Да. Это игрушка, да. Через свой внутренний мир, который, через который ты проявишься. Если ты хочешь хакнуть, ты себя опять отделяешь отдельно, но сюда, если хочешь хакнуть, ну, как, зачем ты сюда пришла, ты через сюда заходишься, а играться ты и так играешься через внешний мир. Ты играешься, ты и так себя и познаешь. Просто можно осознанно, можно не осознанно, ну, можно прямо сразу хреном. Короче, вечер, если не хватит, познать свои желания. А мы даже об этом не думаем, мы хотим еще чего-то. Да. А все желания, да, вообще, их просто бесконечно можно познавать. Все желания, познать желания. Желания, познать, мы творцы. Желания познать себя. Ни хрена не помним об этом. И весь мир нам показывает, как мы проявлены, как творцы. Наше желание узнать себя. Желание познать себя. Здесь и сейчас. Потому что я это все. Я хочу познать все. Только ждем, но сейчас. И желания, что исполнены, они... Вот они, на поверхности. Зачем писать эти списки, блин, долбанных желаний, если тебе не початят край бесконечного времени, и еще не хватит переписать списки того, что исполнить. Ну и списки отправляют. Списки отправляют в другое, да? То есть у нас списки, сразу прошлое, будущее, там, день, ночь, день, ночь. Если вы посмотрите, дня и ночи-то нет. Это такая перегородка. Перелетела в Америку, вон опять там, день, ночь опять растворилась. Понимаете? И нет вот этой дни, ночь, день. Они вливаются друг в другую. Это мы так обозначили. А посмотрите еще шире на месяц. Посмотрите, время... И времени не существует. Это все, блин, одна прямая здесь и сейчас. Просто прямая. Крямая. Времени, ну, нет, да. Ну, это просто на плоскости, как бы, рисуя. На самом деле, она вот, ну, как все. Ну, она, объемная эта штука. Ну, есть только здесь и сейчас. А все остальные перегородки на завтра, послезавтра, вчера, это мы придумали. Это пазл наши придумки. И мы только, ну, только что их придумали. Зачем? Возвратите прикол вспомнила? Конечно. Я просто, ну, будем друг друга различить, каждый раз к новой теме купить. То мы одну тему и поприняем. Мы просто осознаемся по... Я вчера пришла к Оле и говорю, я обожаю видеть, как мое сознание, ну, постоянно очищается от старого. Техи херни, которые на меня вечно налевают, которые, ну, я сама в себе, конечно, налевляю. Вот. И во внешнем мире это у меня проецируется, как уборка. То есть, когда я убираюсь, я получаю просто нереальное удовольствие. Блин, вообще, мне просто нравится вот это вот все разбирать, потому что я знаю, что внутри происходит, а во мне это же следствие. То есть, я знаю, что у меня сейчас там по полочкам все раскладывается. И тут такая, блин, давай убираться. Получая радость, говорю, Оля, ну, мне так прет, так прет. Ну, интересно, как это моя пруха сейчас, ну, во что материализуется она такая, блин. Дарин. Бриллианты, золото и вот этот. У нее не просто все есть, она еще тачится, она любовь испытывает. То есть, она еще, понимаете, упоментально. Это даже мало, у нее есть больше, чем все есть. Она сейчас в таком вообще состоянии, она такое вообще генерирует, творит. И она еще автоматически эту проекцию осознает. Она осознает эту проекцию. То есть, это только проекция, вот эта голограмма, что я здесь копошусь. А на самом деле, она там прямо в этот, испытывает, ну, все это испытывает. Ну, то есть, она такое там себе генерит, генерит. И в нее это материальности сразу кидаются так просто. Ну, какая-то говорить, я-я-я-я-я. Позьмите. Позьмите, да. Ну, то есть, потому что это такое вот, это больше, чем все есть. Так, давайте разберем, что такое свобода. Нам не хватает свободы. Нам не хватает свободы. Делать рамок, нет ограничений. Передвигаться опять же нет. Мы в теле, свободный ревет. Во времени нет. Если много денег, можно, допустим, не ходить. Это не про деньги, просто слово «свобода» разбирать. Нам не хватает внутри свободы, чтобы были деньги. Мы уже написали. Что это, деньги, это свобода. Кто сказал? Кому свобода? Вы все, вы сами, вы все эти слабые, вы знаете. Все наше, это все лучше. Кто-то хочет деньги, чтобы получить свободу. Да, разбирается. Что такое свобода? Не ограничивать себя. Тогда нет вот этих рамок ограничений. Захотела – сделала. Я в теле ограничена? Да. По телу, да. Это хорошо или плохо? А прикинь, я сейчас раскраничусь и как-то ты говоришь. Тогда я не смогу ощущать. Не смогу что-то испытать. Не свобода – это хорошо? Да. На офигенную. Тогда да. А свобода? И свобода хорошо. И свобода хорошо. А если понятие «свобода» и «несвобода» две дуальности, да? Крайности, которые нас ограничивают в свободе. Соединить в одно целое. То как можно быть свободным в несвободе? Я-то свободна, но я не в свободе в теле. И одновременно быть несвободным в свободе. И свободным в несвободе. То есть наоборот. И мы поиграли. То есть я уже вам сказала, как я свободна. Она сейчас несвободная. Я несвободная, я в теле. И я в кружке. Я очень много всего из себя уплотнила. Ну, то есть я везде. Я уплотнила себя во всем. Потому что мне удобно из кружки пить. А мне удобно этим рисовать. Мне вот это вот. Вот эти молекулы, они сейчас несвободные. Я их тут ограничила. В эту штуку, как она называется. Осознание ее свободно или несвободно? Свободно. То есть она что-то создает, потому что ей это удобно. Я не разделяю. Вот вы все хотите свободы. И чувствуете себя несвободными. Ну, это хорошо, что вы чувствуете себя несвободными. Ну, вы боретесь со своей несвободой? Отрицаете эту несвободу? Несвобода это плохо. Я хочу свободы. Понимаете? Да. Ну, несвобода и свобода это одно и то же. И это очень круто. И то, и то. Несвобода быть в теле. А не нравится, дети реинкармируйте. Ну, да. То есть я свободна в своей несвободе. То есть я свободно творю несвободные части себя. Мы играем, дети, мы себя ограничиваем. Но чтобы получить... Если вы сейчас отсуставите, то деньгам уже не будет мешать ваша свобода и несвобода. И борьба с несвободой. Понимаете? Кому непонятна свобода? Вы всегда свободны и несвободны. И не существует этих двух полюсов. Это одно и то же. Радость. Что такое радость? Ты быстро, подожди, со свободой понят? Да. Ну, да. Я свободно творю несвободные части себя. Вот вы работаете. Да, вот зафиксировала. Зафиксируйте и запишите. Я потом пост выложу с этой фразой. Надо, чтобы кто-то записал, мне скинуть. А с другой стороны, мы знаем, что мы творим своим сознанием. А оно у нас вообще свободно. Правильно? Ну, то есть вот и я... А мы не ограничиваем... Ой, мы ограничиваем успехами и всякими там штуками. А нифига не свободно одновременно. Ну, то есть, и свобода... Ну, мы знаем, что мы это все большое, которое включает в себя все. Это единое сознание. Но мы себе наставили жаблоном, чтобы поиграться. Неограниченное нельзя определить. Ни формы, ни чего сам не будет ограниченной. Ограничение в безграничности, безграничность в ограничении. Блин, это просто гениально. Человек, когда сидит в корме, да, на самом деле, как бы... Он же сам себя заточил. И где-то он свободен. Это отношения от денег, от работы вы кормят. Ой, блин, да он свободен, не трогал любого человека, который как рак. Это его игра, он сам себе ее придумал. Просто свободным своим сознанием ограничил сердцу. Офигеть. Человек, который его охраняет, на самом деле, думаешь, что свободен. Но, на самом деле, он будет не то, что его охранять, а не играть. Не играть, не играть, не играть. Ну, ты убираешь со мной, у себя сделаешь меня вор, если она говорит. Ну, я поражала, конечно. Да, я говорю, ну, мне ни хрена себе как бы... Ну, я и переворачиваю, и мы так друг друга переворачивали. Оно автоматически трансформируется, трансформируется и трансформируется. То есть мы здесь можем... То есть, что-то понятие, как свобода и не свободы, на самом деле нет. Потому что мы свободны в своей несвободе. Мы все время ограничиваем себя специально для того, чтобы это использовать. Если мы будем ничто, ну, блин, и что? То есть это классно. Радость. Точно так же, как удовольствие. Это физиологическая штука, которая как индикатор нам показывает то, что мы в движении. Правильно? Да. А грусть? Вот, я хотела сказать, давай возьмем противоположно. А грусть? То же самое. То же самое. Ну, два полюса. Да. Что такое грусть? Как можно... Грустить радость, а не грусть? Грустить радость, радость. Это сада Маза или как? Радость. Грустить радость. Это просто чувство, да, и по этому телу гуляет что-то, да? Пофиг, грустишь ты, но ты испытываешь что-то в теле. Там уже твоя рука такая очень приятная. Ну, что-то будет приятная, на самом деле. Такое чувство она хотела. Такая разная грусть, да. Вы даже не описали. Она на себе не укус. А грусть может подавляться. А кто грусть у себя подавляет? Что такое возбуждение? Вообще. Натерия. Ну, типа искусство, да? Поднимать какую-то бутылку. Это вот пружиночка, да? Вы её сжимаете, чтобы спустить на груду или... У каждого своё возбуждение. Сейчас каждый накидает своё. Полимся, получается. Прикладываем уже силу, правильно? Значит, мы полимся. И вдох точно так же. Работа тела. Вдох-выдох, а там всё сжимается, разжимается. А по венам всё бимы. Но там всё работает. А если жупа? Мы возбуждение получаем от любого слова. Не только от радости, не только от грусти. Это просто вибрация. Это круто. А что по полу? Так классно. Мы разбираемся. И разбираемся. Возбуждение получает 9 миллионов в 1 секунду. Да. Как работать? Расслабленно. У меня мой организм всегда работает. У меня сердце там сейчас качает во всём. У меня там такая работа гигантская. У меня такой обмен. А я сижу вообще расслабленно. И что вы хотите сказать? Я сейчас не работаю. Я всегда у девочки работаю. Иль да. Радость. Можем получить без денег? Можем. Да она вообще за деньги ну никак не может. Она не зависит от бумажки. Радость это физиологическое чувство, когда мы в движении. Когда мы сейчас рисовали, перестали рисовать. Либо мы не рисовали, начали рисовать. Когда мы шаг сделали или два и поняли то, что мы могли не ходить. Ну а мы могли в коляске сидеть в этом. Мы можем получить радость от одной мысли. От другой мысли. Переход. Радость это движение. Переход. Как только вы делаете любой переход, любой переход, вы просто её не ощущаете, нет внимания над переходом. Я творец. Бац! Радость такая сразу. Поднялся на эту пачку. Вы осознали, что лучше ходить, а могли бы как инвалид сидеть. Ну. И как только вы что-то осознали, вот этот переход внутри проявился, внешне, внутри, сразу радость. Это переход. Это не чудо. А грузь. И то же самое. Вы же только что разбирались. Грузь и грузь. Что такое грузь? Ну грузь, что такое грузь? Так. Грузь это одно, подавленность другое. Не смешивайте вот эти слова. Любите одно слово, объясняйте ещё тысячами. Вы используете слова для, ну как разговора, и чтобы там мысль донести, но обозначать слова другими словами, ну не надо. Иначе вы вот будто не кто-то это делаете. А грустить нельзя? Сложно. Нужно. Ну, либо это плохо. Потому что подавлено. Потому что ощущение подавленности. Уже говорю грусть, а она подавленная. Я не решаю себе грустить. Потому что я грусть записала в эти... Плохое. А что хорошего в грусти? Ну, просмотрите грусть. Ну, конечно, когда она подавлена, что в ней хорошего? А когда у вас подавленность, это хорошо или плохо? У меня хорошо. Да это охрененно, блин. Если вы возьмёте руку, вспоминаю, как меня учительница опозорила в третьем классе, там во втором. Такие воспоминания. Она говорит, вот если ты руку положишь на горячую плитку, и у тебя тело, ну там, мы боль разбирали, хорошо типа это или плохо. Я говорю, это плохо, это боль, плохо. Ну, мелкая. Вот. Она такая говорит, ну, положишь ты руку, боли не чувствуешь, ну, сгоришь ты нахрен. Ну, рука твоя там сгорит. Пока не увидишь. А если бы у тебя, ну, боль, ты положила, ты и ощутила, всё, ты и защитила, твое тело не сгорит. То есть боль это типа хорошо. Лидоки у нас очень рядом, классно. Я сейчас вспоминаю, они же нам давали задумываться. Так вот. Подавленность. 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 Вернёмся. Если у тебя есть подавленность, то это говорит о чём? У тебя там всё равно. А откуда там рукой? У тебя сердце, у тебя там давление, у тебя по венам, у тебя даже это давление есть внутри тебя. Оно позволяет жить, функционировать твоему телу. Давление – это хорошо. Подавленность хорошо. Подавленность – это ещё и внешне. Твёрдь. Вот именно. Ты во вне, ты мир просто, нету никаких ни жоп, ни боли, ни болезней, ни плохого, ни хорошего. Если у нас не будет подавленность, у нас будут твёрдые формы в этом мире, чтобы материя не совалась. Да, она вообще с одной стороны, блин, я с другой. Ну, а просто улучшим. Груто, груто. Будет вот этот объект, если у нас нет подавленность. Я просто вообще хотела запросить. Молекулы подавились, прессовались в твёрдую форму. Сотворение. Произошло сотворение. Подавленность, твёрдая форма – тверь. Подавленность. Они все прижаты подавленность. Это способ создания вообще. Подавлять – это круто. Это материализовать. Подавлять. Спасибо. Теперь в другой точке времени. Да. Если мир – это проекция внешняя для того, чтобы познавать себя, а не просто мы живём без причины, но на самом деле причина единственная – познавать себя. Угу. Познавать себя – да. Нафига? Причина нет. Угу. Если мир нам показывает подавленность, то есть внешнее тело, да, твоё и твои чувства, да, они проявлены вовне, то внутри – это просто ключ, индикатор показывает, что внутри ты себя где-то подавила. Угу. Это хорошо, если ты не будешь знать, что у тебя рука горит на плитке, но ты нахрен сгоришь. Если ты не знаешь, что ты внутри себя давишь, ну, ты так и себя и подавишь. И отбежишь. И отбежишь. Внешний мир тебе показывает просто всё. Это вообще классно, когда во внешнем мире всё есть, и он тебе всё просто показывает каждый раз. Чувства тоже проявлены. Ну, ты же их в теле чувствуешь. Мы говорим непроявленное – творец, тёмное, то, что ты не знаешь. Всё, всё. Чувства проявляются эмоциями уже из вне, да, там. Всё, всё. Ну, вот ещё подавленность. Смотрите, вот он этот Бог, который разложился, распределился, там, ушёл в точку. Вот он подавленный и он разжимается, он хочет разжиматься. Он себя подавил для того, чтобы познавать себя. Какая еленая подавленность. Это сжатие. Вот оно. Бог, да, мы сжались, чтобы познавать себя дальше. Мы без этого сможем себя вообще познать? Такой комбо классный. Я поймала. Честно. Как круто. Смотрите, как мы переназначаем слова, и как нам хорошо сразу становится. Мы своим определением только делаем себе вот это ощущение. Честно. А сейчас подавленность какая, ну, крутая подавленность. Такая. То есть вы поняли суть вот того инструмента, который мы вам даём вообще? Поняли? Да. Он грустит, чтобы расширяться и ралтывать. Увидеть мир и переназначить ваши явления, которыми вы наделились слова. То есть нечто, всё. Увидеть по Богу и увидеть мир. Да, что такое слово? Да. Потому что он же был целым. Он был целым. Он был целым. Распался. Нету плохих слов. Развидев это всё. Так что ты видишь? И дальше уже началось всё назначать, а мы это и делаем. Уйти в точку, чтобы снова вырасти до всего. И мы сейчас вбираем, убираем. Да. Я там, как я знаю, там вот всё. Я вбираю, я всё. Я расширяю. Но я это делаю только в моменте. Да действительно, на что уходить в блаженство? И вся вибрая, чтобы это расширяться в моменте. Понимаете? И в моменте никакую богатство. Это не надо, потому что оно всё есть. Что за страх сумасшедший? Я сумасшедшая вообще. С ума сошла. Я сошла с ума. Я сошла с ума. Я сошла с ума. Я сошла с ума. Я с ума с сердцем. Я с ума сошла с сердцем. Нормально. Спасибо. Это комплимент. А ещё и эффективная сумасшедшая. Это вообще ком вопрос такой. Тогда недостаток в себе чего-то тоже можно переназначить, как в... И это и есть, когда ты его наделила достатком, переназначая. Я его нашла, ощутила. Да. И я переназначила. Конечно. То есть он был недостатком, который ты нашла, дыру. И ты её заполнила, переназначила. Всю чёрную божественную работу всё сделала внутри. Не ходя вот эту петлю через вот этот круг, понимаешь? Да. А вот это повторите ещё раз, пожалуйста. Что мы сейчас говорим? Она нашла внутри в себе пазл, который волновал. Да. Она нашла эту недостатку. Недостатка, да. Переназначила её. И ей стало хорошо. Переосознала. Вся работа провелась где. То есть вот эту пустоту она таким образом вернула на место. Переосознала. 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 Подожди, как тебя зовут? Зачем тебе деньги? Зачем тебе деньги? Что пойдешь делать? Желания. Какие? Что делать пойдешь на деньги? Зачем они тебе сейчас? Мне сейчас. Конечно. Сейчас я пойду в квартиру, где я хочу. Тебе прямо сейчас нужна квартира? Да. А для чего? Жить. Для чего? Для чего тебе нужна квартира? Что ты будешь ощущать? Вот квартира, вот купила. Что чувствуешь? Кайфовать. Так ты хочешь кайфовать или квартиру? Кайфовать в квартире. Может я гостик пригласит тебе? Ты хочешь чувствовать квартиру? Или саму хочешь? Хочешь ощущения? А как тебе кайфовать без квартиры? Кажется тебе, что тебе дает волшебство. Ты без квартиры можешь кайфануть? Могу. Как? По-другому уже. Ну как по-другому? А как? Давай я тебе приведу квартиру. Вот, наверное, половину скажут, что могут тебе пригласить на чай и кайфануть. У каждого квартиры по-разному, блядь. Десяти квартирах по-разному кайфанешь. Кайф, потому что ты владеешь чем? Обладание. Обладание. Откуда это чувство обладания? Обладание это же тоже чувство, понимаешь? Обладание? Да. Да. Мы так обладаем. Это голографическая твоя торшинка. Ну ты прикинь, ты себя настолько обманываешь и так прикалываешься над тобой, что думаешь, что это квартира, твоя обладание. Какую-то игру с тобой играй, супергенную. 9 миллионов раз в секунду ты проживала во всех телах, во всех квартирах, во всех мирах. Еще и собачкой была. В квартире. А твое желание чувствовать обладание. Ну типа у меня все есть, да? Сейчас все есть. Ты это можешь себе напрямую дать. Так. Я напрямую, оказав, что у меня все есть, что я все... А оно написано. У тебя здесь и сейчас все есть. Мы сейчас не нашли до него. Ты можешь сейчас почувствовать это изобилие? У тебя все есть. Вот сейчас можешь? Ты создала вот это все. Меня создала, блин, вот этот телефон. Да, могу почувствовала. Ты прикинь, какой ты творец, ты это все... У тебя сейчас все есть. У нее маленькие потребности. Она здесь нет, ей не нужна, ей вот квартира нужна. Тебе на платеж квартира? На этом диване сидят? Нет, конечно. У тебя вот это все есть, я это все создала. У тебя есть. У тебя просто все есть. А если ты будешь еще знать, что тело твое это твой дом, то где бы ты ни была, ты всегда дома. А если ты сейчас знаешь, что ты это творишь только своим сознанием и только изнутри у тебя проявляется, то что? Что? Если тело твое, твой дом, ты сейчас приезжала в себя к телу. Если есть, ты еще обнадачиваешься. То где бы ты ни была, ты всегда дома. Да. А если и тела нет, а есть сознание, то где бы ты ни была, ты вообще везде. Я-то везде. Ты создала этот механизм, сотворила. Ты это даже можешь сделать. Ну, ты прикинь, какие у тебя мощи вообще. А ты про квартиру какую-то. Три года. Поняла. И это не вопрос, на самом деле. И это не вопрос. Нет, это не совсем такое. Но это состояние вот здесь. Все, я сейчас поняла. Все, не надо. Честно. Все. Все. Все равно, что он выйдет и будет говорить. Когда выйдет, звонит. Не-не-не, паздник стал.